Итак, продолжим наш разговор, как работать с критериями выбора поставщиков, которые существуют у покупателей. В прошлом ролике мы говорили о ситуации, что делать, когда у покупателя нет критериев, либо они являются смутными и нечетко сформированными. Сейчас мы поговорим о том, что делать в ситуации, когда критерии выбора есть. Ну, то есть, закупщик, либо другой сотрудник регулярно закупает вашу товару и услугу, у него есть какие-то уже работающие поставщики, к которым он обращается, и он, естественно, обращает внимание на какие-то критерии. Ну, самая простая ситуация, если вам удалось выяснить критерии, например, некоторые организации пробуют давить в цену. Почему? Потому что особенно в нынешней ситуации цена является одним из важных критериев, который имеет самый высокий вес. И если вы можете дать цену ниже, понятно, что это как минимум повод обратить на вас внимание. Поэтому, если вы выяснили, допустим, что цена, либо в некоторых историях это сроки, являются очень важными, а существующий поставщик, может быть, не очень соответствует тому, что нужно, ну, или, по крайней мере, вы лучше по этому критерию, по цене и по срокам, это является уже неким поводом усиливать эту историю. Ну, здесь все понятно. Если у вас дешево, то вы идете на то, что дешево. Если на вашем товаре вы работаете с перепродавцем, нужно зарабатывать больше, вы бьете на это. Если у вас есть в наличии, а вы знаете, что у конкурентов это в наличии может не быть, бьете на это. Ну, здесь все понятно и просто. Основной вопрос – были бы преимущества и понимание того, что важно покупателям. Второй момент – когда вы узнаете, что же для него важно, и оказывается, что те критерии, по которым он сравнивает или оценивает поставщиков, они не в вашу пользу. Ну, для примера. Он говорит, мне важна цена. Ну, вы узнаете, с кем же он работает и понимаете, что… Ну, или проясняете информацию, по какой цене он закупает, и понимаете, что цена у вас выше, чем у вашего конкурента, с которым работает уже эта компания, ну, или рассматривает эта компания. Что же делать в этом случае? Тут есть два способа. Ну, здесь первое. Вы сильные, здесь все понятно. Вы слабее. Первый способ называется добавить критерий. Ну, приведу пример. У меня есть клиент, он занимается производством противопожарных клапанов. На строительном рынке, понятно, есть три ключевых критерия. Ну, первое – это технические характеристики. Тут понятно, что если не подходит противопожарный клапан, ну, у тебя его не купят. Второй момент – это, безусловно, цена. И третий – это сроки. Потому что если ты можешь продать дешево, но через месяц, не факт, что через месяц это будет уже нужно, через месяц уже должно быть все сдано. Ну, понимая, что конкурировать только по этим критериям не всегда целесообразно, они решили сделать так, чтобы в итоге отличаться от конкурентов и добавили критерий, по которому они отличались от других компаний. Но они создали так называемое УТП, уникальное торговое предложение, которое гласило, что если мы срываем поставку на один день, то выплачиваем он 30% от суммы заказа. То есть что это за критерий? По большому счету это гарантии. И если вы вспомните классику маркетинга, есть такая компания Домино Пицца, как раз она стала известна благодаря тому, что стала давать гарантию. Мы привезем вам пиццу через полчаса, и вы получите бесплатно. Ну, то есть почему Домино Пицца стала бить или давить на гарантии? Потому что человек, заказывающий пиццу, зачастую не сравнивает нам, сколько стоит Маргарита. Она стоит там на 5 рублей дороже, или здесь на 10 рублей дороже. Он хочет поесть. Поэтому для него важно, чтобы ему привезли пиццу не позже, чем через полчаса. Если компания гарантирует эту историю, ну, понятно, что если она обещает вернуть деньги, то, скорее всего, она сделает все, чтобы в итоге за полчаса это приехало. Скорее всего, он закажет та же история и настройки. Продавая противопожарные клапаны, они понимают, что монтажники, которые заказывают их клапаны, они заинтересованы в том, чтобы действительно, особенно в сезон, это пришло вовремя. Потому что небольшой срыв с поставками, даже на 2, 3, 5 дней приведет к тому, что может быть простой на объекте, либо будет сорван срок сдачи вентиляции. В итоге сама компания-монтажник попадет на санкции со стороны генподрядчика. Естественно, этот штраф будет гораздо больше, чем экономия на противопожарных клапанах. Поэтому что они стали делать? Менеджеры как раз стали давить на вот этот вот дополнительный критерий. Они стали говорить, ну смотрите, понятно, что цена важна, но безусловно, для вас важно, чтобы если поставщик обещает, то он поставил срок. В отличие от других поставщиков, мы не просто говорим, что мы надежные, мы непосредственно отвечаем за это деньгами. Ну а вы сами знаете, что там дополнительные несколько дней просрочки поставки может привести в итоге и к потерям на простое монтажников, и штрафам со стороны генподрядчика. Поэтому мы не просто обещаем что-то, а мы даем гарантию. То есть если даже мы сорвали поставку на один день, мы вернем 30% от суммы заказа. То есть что они делали? К стандартным трём критериям, цена, срок и технические характеристики, они добавляли критерий гарантия. И часть их клиентов, обращая внимание на этот критерий, понимали, что им проще где-то переплатить, допустим, 5% или 3% за их продукцию, но быть уверенным, что эта продукция приедет точно срок, и они вовремя сдадут вентиляцию. На этом мы закончим сегодняшний рассказ о введении дополнительных критериев. И дальше, в следующем видео, расскажем о том, как еще работать в ситуациях, когда, опять же, ваше предложение хуже, чем предложение конкурентов, и вы не соответствуете тем критериям, которые есть в голове у ваших клиентов.